Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я вродил по кромке ночи и дня Я спускался из рая в ад Я опять потерял покой Я хотел бы встретить себя самого Лет двадцать тому назад Чтобы понять, кто он такой Чтобы понять, почему его река Никогда не имела дна Чтобы понять, почему он не сбрасывал газ Даже если перед ним стена Чтобы понять, почему он не сбрасывал газ Я хотел бы встретить себя Где его носит То рассвет, то закат, то вперед, то назад И мы уже не считаем дней Кто не успел, тот опоздал Идем, ребятки, в снеге, будет, будет Идем, 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 догоняем, догоняем Бысенька, бысенька, бысенька Вот только лучше никто не стал Но я точно помню Его река никогда не имела дна И я точно помню Он не сбрасывал газ Даже если перед ним стена Но я прошел через сотню открытых дверей Я уломился в закрытую дверь Я хотел бы знать, где его носит теперь Попрясающая группа была лет 15 тому назад Надо же, теперь здесь оказались Ах, судьба, судьба Не говори Но я точно помню Его река никогда не имела дна И я точно помню Он не сбрасывал газ Даже если перед ним стена Но я прошел через сотню открытых дверей Идем, осторожней будем Я хотел бы знать, где его носит теперь 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 Ну, что там? Ай! Ну что, Олег, как? Ну, как дела? Что, как? Был в Останкино. Музыкальной редакции. Сказали, ваша группа была популярна давно. Вот тогда мы вас и показывали довольно часто. А теперь, извините, вас не помнят. Ну, Олег, считай смешный анекдот. Мне теперь, видимо, до самой смерти в этом чертовом подземном переходе лобать. А без телевизора сегодня не пробьешься. Меня уже и так еле-еле помнят. Еще год, два и все. И все! Да не шумей ты. А может быть, когда-нибудь нас позовут и покажут. Может, покажут. А может, не покажут. Ну, что это такое? Что еще в жизни будет? Что будет в жизни, кроме этого всего? Черт возьми, как же мне все это сточертело. Ой. Алик, успокойся, а. Алик. Все, простите, братцы. Работаем. Работаем. Зрителя ждут. А что у нас за праздник? У Лидии Константиновны день рождения. Я не знала. Поздравляю вас, Лидия Константиновна. Спасибо. К сожалению, не смогу остаться. У меня экскурсия. Еще раз поздравляю. Спасибо. Сейчас расскажешь, заучишь, что ты там натворил. О, как все красиво. Так, свободен. Завтра поговорим. Лидия Константиновна, поздравляю. Сережа, рано еще. Как рано? Я же не обедал. Я сражался с седьмым В. Алло. Здравствуйте. Я насчет работы. Да. Я знаю, вам нужен переводчик. Английский, французский в совершенстве. Да, инъяс. Японский. Нет. К сожалению, нет. Уже взяли? Не может быть. Ведь еще вчера. Так. Понятно. Дорогие друзья, вас приветствует прославленный коллектив, легендарная группа, дядя Алик Минься. Алька. Надо же, откуда ты взялся? Прямо из Америки. Не может быть. Поехали. Послушайте, братцы. Вы можете какое-то время обходиться без вашего солиста. А что случилось? Ну, я тут чуть-чуть в шоу-бизнес ударился. Все кручусь. Раньше машины из Америки в Россию возил. Потом сосиски, потом... А! Теперь вот вожу известных российских артистов по Америке. Творческие встречи всяко-разно. Хочу вот нашего друга покатать. Понимаю и сразу говорю. Всех вас не потянуть. Дороги, гостиницы, переезды. Дорого, братцы, не окупятся. Тем более, что уж извините, но пойдут-то на него. Он звезда, хоть и бывшая. Думаешь, пойдут? Пойдут. Я узнавал. Особенно Бостон, Филадельфия, Нью-Йорк, восточное побережье. Наши эмигранты тебя помнят. Короче, отпускайте, братцы. Я же не отпускаю. Пусть едет. Америка все-таки. Бабки заработайте. Мир посмотри. А? Хорошо. Теперь все надо делать быстро. Кто не успел, тот опоздал. Значит так. Максимум через два дня у тебя должны быть готовы все документы. Паспорт, фотографии, свидетельства о браке. Вот список. А я тем временем иду в американское консульство. Я ведь теперь гражданин Соединенных Штатов Америки. А свидетельства о браке обязательно нужны, да? А что? Ну, я же уже три года разведен. У тебя проблемы с визой будут. А дети у тебя есть? Каська 15 лет. Во! А нет, подожди ее. Людкин новый муж удочерил. Нет. Не пустят тебя. Не пустят. Не любят американцы к себе таких пускать, которых вообще ничего нигде не держат. Очень строгие инструкции на этот счет. Слушай, милый, а давай-ка ты женись. На ком? Да на ком? На ком хочешь. Ну, есть же у тебя кто-нибудь. Договорись. Короче, чтобы через две недели у тебя в паспорте штамп стоял. Иначе я за это дело не берусь. Мишка, может... Нафиг эту Америку. Ну, 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 чё я поеду? И чё я заработаю? Копейки. Не скажи. Копейки? Да не совсем. Я тут подсчитал. Ни хрена себе. Нет, это номер рейса. А, вот. Значит, если у нас через день с тобой будет получаться по концерту... Что за идиотизм? Обязательно нужно быть замужем. Им что, важнее человек или штамп в паспорте? Ляль, милая, пойми. Ну, они же заказчики. Извини. Да. Галочка. Мы называемся Центром подготовки бизнес-референтов и менеджеров. Да, вот так красиво. Да, и не забудь написать, что мы относимся к Министерству финансов, есть гослицензии. Угу. Всё, давай. Рекламу делаем. Понимаешь, Ляля, через год 12 молоденьких, красивых женщин приходят в крупнейшую нефтяную компанию, а? Где полно мужиков и президент мужик. Ну и что? Как это что? Подожди, ты понимаешь? Так вот, у президента есть жена, которая там всем этим руководит. Понимаешь? И одно дело, если она понимает, что её муженёк завёл какой-нибудь там романчик, замужний секретарша, и совсем другой, если девушка свободна, и захочет господина президента захомутать, понимаешь? Здрасте, Наташа. Здравствуйте. Так ведь и мужа можно бросить ради президента. Можно, но это сложнее. А может, девушка мужу любит? Говорят, и такое бывает. А что, прямо так и потребовали, чтобы обязательно была замуж? Нет, ну, такое пожелание в устной форме. Ну, понимаешь, деньги за кадры платят они, и я обязан их требования выполнять. Наконец-то. Ты скучала. Ой, девочки, всё, приём закончен, всё. Ляля, Ляля, закончен всё. Ляля, иди сюда, иди сюда. Закончен, закончен, всё. Закончен, всё. Приём документов закончен, всё. Видела? А я тут для тебя место берегу. По старой дружбе, вговариваю. Цени. Ляля, ты что, всю жизнь собираешься в школе работать? Очень почётно. Учить деток английскому языку, благо ты его знаешь блестяще. Пойми ты, дура, либо ты и дальше будешь в школе гнить, либо ты через год секретарь-референт высочайшего класса в престижной компании с настоящей зарплатой. В общем, я тебя беру, включаю в списки, а учёба за их счёт. А через год у тебя другая жизнь. Ну, а штамп в паспорте уж будет любезно. Хорошо, Наташенька, я всё поняла. Я попробую. Спасибо тебе. Ну, что ты молчишь уже, битых два часа? Что я бьюсь над тобой, а? Ну, Люся, ну, скажи, а тебе требуется гереческий поступок. Зайди в ЗАГС, скажи, да, согласна, поставь штамп. Захнуть не бешать. Я уеду в Америку. Через два-два с половиной месяца я вернусь, и мы разведёмся, если хочешь. Ну, что ты молчишь два часа? Ну, скажи что-нибудь. Ну, хорошо, я тебе скажу. Хорошо. Мы с тобой, что называется, встречаемся уже два года. И мне с тобой очень хорошо. Да? Мне с тобой очень хорошо, и я тебя люблю. Ну, и что? Однако, вот почему-то замуж за тебя я не собиралась. Даже не давала понять, что хотела бы. Да? Да. А почему, как ты думаешь? Входите. Да потому что. Какой ты муж? Ну, какой ты муж? Опора. Кормилец. Отец будущих детей. Это же всё не про тебя, милый. Люся, включи мозги, я прошу об элементарной вещи. Ты что, не поняла? Да поняла я. Давно поняла. Мне надо искать настоящего спутника жизни. Вдохнуть, не дышать. Эту самую опору, этого самого кордильца. Одевайтесь. Мне 30 лет. Не рожать пора. Так не от тебя же, милый. Ну, ищи эту опору. Кто тебе мешает? Я тебе мешаю искать. Что? Можно? Закройте дверь. Перезарядка. Извините. Найду я эту самую опору, этого настоящего человека. Предложит он мне руку и сердце, а я, оказывается, замужем. Иди потом. Рассказывай про все эти махинации, объясняй. Нет уж, спасибо. А между прочим, ты бы мог. Ты бы мог, ты бы уже мог. Вместо того, чтобы в этих переходах выбираться, имел бы нормальную работу, нормальный заработок. Это мы бы с тобой. Тебя же приглашала-то, как ее, в ансамбль. На записи, и вообще. А я не хочу к этой, как ее, в ансамбль. И на записи не хочу, потому что это как раз и есть побираться. От перехода я не побираюсь. Я любимую музыку играю. И Америка мне это ни нафиг не нужна. Мне просто деньги нужны, чтобы клип сделал, чтобы в ящик его вставил, чтобы укрутили. За все нужно платить деньги. Мишка предлагает по штуке, через день концерт, за два месяца 30 штук. И плюс аудиокассеты, плюс диски. Мне деньги нужны. Или ты думаешь, все, меня уже нет, я не поднимусь. Нет, я поднимусь, мне просто деньги нужны. Для этого я в Америку еду. Люся, это понимать надо. Ну да, я понимаю. А я для этого должна бежать с тобой в ЗАГС. И ждать, когда же это наш дядя Олег взлетит, наконец. Стоять у этого летного поля и смотреть, взлетает наш дядя Олег, или только крыльями трещит. Где оно, это летное поле, где? И где, главное, эти самые крылья? Извини, конечно. Ладно, все. Все, 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 все. Я пойду. Неудобно, ребята без меня играют. Приходи вечером в старый трамвай. Какой ух, любимый. Прости. А я-то думаю, что за паника такая? Посреди рабочего дня, прямо на большой перемене, надо все решить. Ну, попробуем. Так вот, мы с тобой встречаемся уже больше голя. Дружим. Как это еще называется? Однако идеи выйти за меня замуж у тебя почему-то не возникало. А сейчас, вернее, часа два назад возникло, а до этого не возникало. А почему? Кирилл, милый. А потому что не любишь ты меня. И по большому счету тебе на меня наплевать. После года страстной любви ты толком не поинтересовалась, кто я. Кирилл предприниматель. А чего он предпринимает? Какая разница? Не бандиту, слава богу. А что он за человек? О чем он думает? Что у него на душе? Ну, это же совсем не важно. Да ладно. Ерунда это все. Пожалуйста, пойдем распишемся. Мне не жалко. Не сердись. Я пойду. Ты позвони вечером. Сходим куда-нибудь. Кстати, в газете сегодня вычитаю. В ночном клубе старый трамвай потрясающая группа играет. Дядя Алик, слышал о такой? Что ты слышала? Хорошая группа? Гениальные были ребята. Ну, лет 15 назад. Потом, правда, куда-то пропали. Оказывается, вот в этом старом трамвай пасутся. Позвони вечером. Угу. Не сердись. Пока. Ну, я тебе говорю, отказалась, Люська. Зараза. А может, еще кого-нибудь? Кого? Не знаю. Вот и я не знаю. Наташа, послушай, наверное, ничего не получится. Говорила. Обиделся, раскричался и правильно. Наташа, ну что, мне на улице мужа искать, что ли? Да, какая разница? Пожалуй. Наташа, не сердись. Я что-нибудь придумаю. Ну, мне это надо, мне, не тебе. Пока. То есть, вы покупаете это? Да, покупаю. Я слышу. Покупаю. Покупаете? Ага. Ему не надо ждать ее у подъезда подаркой, А он не уходит и ждет. Он носит ей то цветы, то подарки, Она не берет. Все слова были сказаны тысячу раз, Куда уж ясней. И только что-то на самом дне ее глаз говорит ему, Он будет с ней. Я знаю, мы будем вместе. Я знаю, мы будем вместе. Музей должен быть примером. А какой пример может взять ребенок с первобытного человека? Нет, неандерталер. Нет, неандерталер. Разве это положительный пример? Вы же видите, стоит с дубиной, с наглой рожей, А потом мы удивляемся. Елена Александровна, пришла ребенок с первобытной мамой. Мы там детей до школы доведем, а вы отдыхайте. Ну все, пока. Спасибо. Спасибо. И ты можешь двигаться влево и вправо, Мне все равно. Поверь, все, что завтра случается с нами, Предрешено. И мы будем вместе. Конечно, мы будем вместе. Я знаю, мы будем вместе. Мы в шлюпке с одного корабля. Дорогие друзья, легендарная группа дяди Алик прощается с вами. Мужики, опаздываем. Здравствуйте. Здравствуйте. Песня понравилась? Очень. А это чья? В смысле? Ну, кто ее сочинил? Народ. В лице его отдельных представителей. Значит, это вы сочинили? Я сочиню. И слова, и музыку? Я аранжировку написал. Здорово. Правда, здорово. Алик, мы поехали. Давайте, давайте, я сейчас. Значит, вы и есть дядя Алик? Я и есть дядя Алик. Мы, когда начинали играть, модными были названия ансамбля. Веселые ребята, голубые гитары, самоцветы, цветы. А мне ни одно не нравилось. А почему-то моя маленькая дочка Катюшка, она меня называла не папой, а дядей Алик. Ну, и Лешке сразу понравилось. А Мишка-администратор закричал, гениально, гениально. Ну, и назвались дядей Алик. А вы куда? Я в метро. А как вас звать? Меня Ляля. Ляля, Ляля. Лариса, значит. Нет, Ляля, это Елена. Елена? Вы зря смеетесь. Случайная встреча может всю жизнь перевернуть. Вдруг мы с вами созданы друг для друга. А? Сюда? Прошу сюда. Хорошо. Пожалуйста. Здрасте. Привет. Привет. Нам, пожалуйста, бутылочку суховой дай мне вот этих вот конфет. Ага. На чем мы остановились, Ляля? А на том, что мы созданы друг для друга. Ну, предположим. И как же это проверить? А раз мы созданы друг для друга, я угощаю вас, пожалуйста. Да, спасибо. Вот это и это. Проверить очень просто. Есть два способа. Есть только два способа. Первый. Мы больше не расстаемся никогда. Пожалуйста, пожалуйста. У нас здесь все упал. Благодарю. Живем всю жизнь вместе. Неразлучно и только в глубокой старости. В самом конце жизни. Вино забыл. И в конце жизни выясняется, ошиблись мы или нет. Очень хороший способ. Да? Только это первый. А какой же второй? О, второй он менее точный. Вот. Но более быстрый. Сейчас. Говорят, звезды. Астрологический прогноз для влюбленных. Так, вы кто по знаку зодиака? Я лев. А я скорпион. Так. Абсолютно несовместимые знаки. Совместная жизнь противопоказана. Пожалуйста. Да, обидно. Только вы не туда смотрели. Как? Вы смотрели вариант женщины-скорпиона, мужчины-лев. А у нас с вами наоборот. О, идеальный союз. Любовь и верность на всю жизнь. Ляля. Вот еще там, когда вы слушали песню... Я знаю, знаю. Вы меня увидели и сразу поняли, что мы созданы друг для друга. Так? Да. 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 Боже мой, только в какой идеальный союз вы собрались? А что такое? Вы же, кажется, женатый человек. Кто женат? Вы. Я жена? Вы. Да кто вам сказал, что я женат? Ну как же, а дочь Катя? Катя? Катя. Катя 15 лет. Катя три года живет с другим папой. Да что я? У меня вот паспорт с собой есть. Пожалуйста. Расторгнуть брак с гражданкой. Вот. Пожалуйста, все. А зачем вы мне паспорт показываете? Я же не милиция. А чтобы было все честно. Потому что вот в этой нашей ситуации все мужики свободны, все холосты. Так неуклюже все врут. А я хочу честно. Со мной все ясно. Давайте теперь разберемся с вами. Минуточку. Пожалуйста. Вот, смотрите. Паспорт. Паспорт. Никаких печатей на эту тему. Ни замужем, и замужем не была. Вот. Это тост? По-моему, тоже. Мы свободны. Угу. Мы одиноки. Угу. И звезды утверждают, что мы созданы друг для друга. А если звезды ошибаются? Значит, это кому-нибудь нужно. Ля-ля. А вы умеете читать мысли? Я нет. Это хорошо. А вы? И я нет. Это тоже хорошо. Кстати, а в этой книжце есть и восточный гороскоп. Давайте-ка проверим, что у нас там получается. По-восточному гороскопу я чисто бык. А я крыса. Крыса. Значит, вам 39, да? Да, я старый дурак. Так, так, так. А вам получается 26. Угу. Так, так. Смотрим. Бык и крыса. Идеальная пара. Самое лучшее из возможных сочетаний. Любовь и счастье на долгие годы. Нежность и преданность до старости. Я готов. Что это значит? Вы мне так предложение делаете, что ли? А если я соглашусь? Возьму и выйду замуж за первого встречного. Вы же меня не знаете. Может быть, именно этого я и хочу. Ведь так бывает, правда? Бывает. Еще как бывает. Поехали. Куда? Как куда? Во дворец, бракосочетание. Вы что, сумасшедшили? Думаете, что я идиотка? Ляля. Ну, вам ведь не хочется со мной расставаться, правда? Поехали. Куда? Я же сказал. Во дворец, бракосочетание. Хорошо. Поехали. Ляля. Хотите побывать на творческой встрече? На встрече с Ким. А-а-а. Вот она. На творческой встрече со мной. Я вчера написал песню. И я ее еще никому не показывал. Даже ребятам. Песня называется «Перекресток». Если сто раз с утра Все не так Если пришла пора Сделать шаг Если ты одинок Значит, настал твой срок И ждет за углом Перекресток семи дорог Там не найти людей Там нет машин Есть только семь путей И ты один И как повернуть туда Где светит твоя звезда Ты выбираешь раз И навсегда Перекресток семи дорог Вот и я Перекресток семи дорог Жизнь моя Пусть загнал я Судьбу свою Но в каком бы не пел краю Все мне кажется я Как и прежде на нем стою Как песня Вы хотели потрясти мое воображение Покорить девушку, да? Конечно Ну, считайте, что Потрясли и почти покорили Послушайте, так это действительно Дворец бракосочетания Знаете, человек Каких-то полчаса Уже подозреваете во вранье В каких-то глупых инсинуациях Я же сразу сказал Мы едем во дворец И зачем мы сюда приехали? Ну, это вообще Какой-то непонятный вопрос Прошу А, я поняла Вы приглашены на свадьбу И решили взять меня с собой Ну, в общем Приблизительно так, да А кто женится? А я откуда знаю Вы лучше присядьте Вот сюда вот на диванчик А я сейчас Я прошу ответить вас Своё решение Прошу скрепить подпись Именем Российской Федерации Объявляю вас Мужем и женой Поздравляю вас Хе-хе-хе-хе-хе-хе А, так значит Вы здесь работаете? Да Мы здесь работаем А как же подземный переход? И в подземном переходе работаем Или вы там только В свободное от работы время? И в свободное от работы время работаем Просто не на каждой свадьбе Хватает денег на живой оркестр И тогда мы Пам И в подземном переходе Значит, потом опять Подземлю Может быть Но это у Лёшки ударника Надо спросить Может быть Но я не знаю Как там с графиком? А как это вы И на скрипке И на гитаре А потому что мы музыканты Мы на скрипке На гитаре На рояле На трубе На чем надо На том и играем По ситуации Горите Хотите, говорите? Да, спасибо То заявление подавать Давайте, граждане, скоренько А то у меня рабочий день заканчивается А, это ты, Алик А я и не вижу О, как там? Ну, мы практически созданы Друг для друга, да? Идеальный союз Любовь и нежность На всю жизнь Может быть Это судьба? У которой заканчивается Рабочий день Значит Мы опоздали Ну, почему Мы еще можем успеть Пошли 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 Тетя Маша Это Ляля Здравствуйте Мы хотим заявление подать Очень смешно Присаживайтесь Ничего смешного Я серьезно Садись Тетя Маша Я серьезно Гони бланки Именем Российской Федерации Паспорта с собой? Вот, вот, вот И ручку дать И ручку Как много вопросов Где тебе новость? Тихо, тихо Что? Бегаем по всему дворцу Сейчас еще одна свадьба А что ты делаешь? Леха, видишь Я женюсь Мы заявление подаем Да Ага Ну, поздравляю Ну, поздравляю Кто она такая? Тебе какая разница? Она знает? Ты что? Ну, ты даешь Америка, Леха Алик Вот Алексей Леша Ляля Очень-очень рад Рад за вас обоих Пойду ребятам радую Записали? Да Да, а когда свадьба-то? Пожалуйста Через месяц по закону Да плюс очередь Через два месяца где-то Тетя Маша Прекрати Даже не думай об этом Так нет, есть порядок Есть закон А жить и так можно Правда? Слушай По-твоему, зачем они подают заявление? У них серьезные причины, пойми Да какие причины? Чего ты мелешь? Наш Алик Летит в Америку на гастроли Если Алик не будет женат Ему не дадут визу Вы понимаете? Я хочу поступить на курсы Секретарей и референтов Спецнабор в одно министерство А в группу берут Только замужних женщин Чтобы не разбивать Семьи чиновников Вот такое условие Сочисление буквально на днях Шанс уникальный Мы вас очень просим Поняла, тетя Маша? У него гастроли У нее курсы Одно хорошо, что хоть не врете Вот если бы стали заливать Про любовь с первого взгляда Я послала бы вас Куда подальше Ладно, черт с вами Беру грех на душу Так Ага, ага О, завтра в 14.00 Годится? Годится Тетя Маша А нас на завтра никто играть Не заказывал? Да вроде нет Позвони, я узнаю Ну что, до завтра? Жених До завтра Лихо Как по нотам А вы давно познакомились? А мы всегда были знакомы всю жизнь Просто Мы не знали об этом Ну правильно Так бывает Увидел и вдруг Как будто током Я в смысле Поздравляю Поздравляю Спасибо, Леха Послушайте Да А зачем мы это сделали? Звезды подсказали Им виднее Зато мы теперь Жених и невеста Простите Это глупая шутка Или просто глупость Простите Ляля Мы можем завтра не расписываться Я просто не хочу вас потерять Оставьте хотя бы телефон Я вам нравлюсь? Да, очень И вы действительно верите в любовь с первого взгляда? Да А вы не верите? Нет, почему же? Да я вам говорю только что Да не может быть Вот они, молодожены Познакомьтесь, господа артисты Это Ляля Здравствуйте Это Ляля Здравствуйте Очень-очень приятно Алик у нас добрый, хороший Музыкант замечательный Да, да У вас, наверное, много дел Я пойду Еще пара свадеб Пара-пар Всего А вы вечером сегодня Приходите нас послушать Клуб Старый Трамвай, знаете? Да, это сегодня? Да? Да Восемь вечера Приходите Ляля, а телефон? Телефон вы же обещали А Давайте диктуйте 342 1440 Ребят Ну что же это такое? Мне что ли за вас играть? Сейчас идем Да, да Ну до вечера До встречи, до свидания Ляля Ляль Я Действительно, вечером приходите Там и разберемся Сегодня вечером в 8 часов Это будет правильно Старый трамвай в 8 Да? Договорились? Пока Наташа Слушаем, английский делать будем или нет? Наташа, ну послушай Не перебивай меня Наташа Ну ты можешь меня выслушать? Я же тебе объясняю О, Господи Папа Открой дверь Наташа Я же тебе уже объяснял Это полная ерунда Понимаешь? Я знаю, что это ерунда Полная ерунда Да Ужинать будешь? А я не понимаю Наташа Я так не могу Не могу Понимаете себе Понимаешь? А вдруг остальных Ты клиническая дура, Ляля Клиническая дура Господи Ляля Мы английский будем делать или нет? Женя Женя Сделай потише Не пошли Понимаешь? Завтра в 14.00 ты выходишь дальше А в 16.00 я тебя зачисляю к себе на курсы Ляля, Боже мой, ну А в 17.00 что будет, Наташенька? А ничего Ты скажешь Боже мой Неужели все это восприняли всерьез? Ай Какое трагическое недоразумение Как? Боже мой Ну или что-то в этом роде Угу Он живой человек, Наташа Женька Сделай потише Да я Тетя Наташа Дайте, пожалуйста, закурить Что? Да и не себе Угу На Спасибо большое Пожалуйста Наташа Он живой человек, этот Алик И для него это серьезно, понимаешь? Ну и что? Ну попереживал бы Нажрался бы пару раз А между прочим Если к нему сегодня не явишься на концерт Он во дворец точно не придет И что, его в позену переходе тогда? Ловить, да? И все по новой? Женька! Жень! Ну сделай я потише, сделал, ну Жень, подожди, я не про это Ляля Ну мама, дай спросить Мама Они все в этом возрасте увлекаются какой-нибудь музыкой Это нормально Женька Особенно, если она орет на весь дом Это не музыка Это битье по спинному мозгу Это ритмические удары по голове А у тебя в голове спиной мозг, что ли? Жень Ты урок сделал? Я тебя спрашиваю Я тебя спрашиваю Ты уроки сделал? Ну, кроме английского Неужели все сделано? А между прочим, в министерстве Сотрудникам квартиры дают Или платят столько, что можно купить что-нибудь Однокомнатное Лучше скажи, Ляля, чтобы нас с нами инглишем занялась Женька Ну хватит орать Никто не орет Ты знаешь такую группу? Дядя Алик Конечно знаю Классная ретруха у меня есть И я знаю эту группу Замечательные музыканты Не то, что это бум-бум Мы будем вместе Конечно мы будем вместе Вот если бы ты Слушал эту группу Эту музыку Я бы тебе слова не сказал бы Мы будем вместе Слушай, хорошая музыка А ты дура Дура С тобой звать Давай-давай-давай-давай По назначению По назначению По назначению Спасибо, спасибо, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 � Идите танцевать, это сближает. Танцуйте, танцуйте. Знаете, давайте перейдем на ты. Давайте на ты. Ты думала обо мне? Ну, если пришла. Наташа как раз ко мне забежала. А Миша это кто? Миша... Это гениальный администратор. По честь того, чтобы достать, купить, пробить. Незаменимый человек. Сигарету. Сейчас в Америке живет. Тоже не пропадает свое дело. В общем, мировой парень. Так это он тебе с гастролями везет? Он. А, и ты на мне женишься, чтобы визу получить, да? Ну, конечно. А ты за меня замуж идешь? Чтобы на курсы взяли? Да, конечно. Можешь о Наташке спросить? А Наташка тут при чем? Ну, она как раз меня на эти курсы устраивает. Вот мы поженимся, меня тут же и зачислят. Значит, на самом деле, ты меня ни капельки не любишь? Ну, конечно, нет. Ты же меня тоже не любишь. Боже упаси. О какой любви сейчас можно говорить, да еще с первого взгляда? Вот именно. Ляля, не сердись на меня. И не слушай то, что я несу. Ты тоже меня не слушай. А что это за девушка все время на меня смотрит? Вон, у эстрады стоит. Поклонница твоя, что ли? Ну, в некотором роде. Ляля, это моя прошлая, ну, вчерашняя жизнь. Ты же должна понимать. А вон, смотри. Моя прошлая жизнь. Добрый вечер. Ну, какой? Не жалеешь? А ты? А ты? А ты? Значит, жалеешь? Нет. И я нет. Прошу к столу, Ляля, пожалуйста. Присаживайтесь. Я шампанского налью. Здравствуйте. Привет. А? Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Мне Ляля про вас много рассказывала. Да, я думаю, нам с вами не мешало бы познакомиться. Кирилл. Олег. Ну, что, я пойду поиграю. Ну, что, пойдем потанцуем? Пойдем. Пойдем потанцуем. Ну, ты даешь. И где же ты его подцепила? А мы случайно познакомились. А мы случайно познакомились. Сегодня днем. Ага. И он так сразу решил на тебе жениться. По-настоящему ли вы сговорились? Он по-настоящему. А ты молодец. Такую девушку обаял. Самое интересное, что она по-моему у тебя по-настоящему. Так сказать. Она про меня знает. А это рядом с ним кто такая? Это? А, это его, ну, как тебе сказать, бывшая подружка. Да. Вот. Очень интересно. А это кто с ней танцует? Бывший друг. А, вот оно что. Ну, я надеюсь, все твои приключения окончатся после поступления на курсы. Хорошо. Конечно. О, дядя Алик недоволен. Оп! 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 Эх! 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 Еще бы мы с тобой так хорошо смотримся. Ревнует, счастливо, молодожен. Ревнует. Давай-ка я тебе помогу. Надо бы помочь тебе, дядя Алик. Люся, отдохни. Не волнуйся. Я уже все придумал. Ты, главное, молчи. Поняла? Все будет в порядке. Вот увидишь. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Разрешите? Ну, спасибо большое. А я ваш давний поклонник. Вот и ляля не даст соврать. Буквально сегодня говорил, какая у вас замечательная группа. Специально пришел послушать. А чего это мы молчим? Так будто нам поговорить не о чем. А? Видите ли, дорогой Алик, вы уж извините, я вас так называть буду. Я вас помоложе, лет на десять. С финансами у меня все в порядке. Извините, да и будущее понадежнее. Крепко стою. Я вас люблю. Люблю. По-настоящему. Чего уж там. А вот. Не нужен оказался. А еще, говорят, в наше время нет истинных чувств. Любви с первого взгляда. А вот, пожалуйста, встретила ляля вас, и все мои надежды рухнули. Да нет, я не злюсь. Я понимаю, в своих чувствах никто не властен. Это я, Алик, знаете, к чему вам говорю? Если уж ляля меня бросил, меня, то, значит, это у него по-настоящему. Значит, вы и есть тот самый единственный, долгожданный. Как это еще называется? Ну да ладно. Алик, я вас очень прошу, берегите лялю. Пожалуйста, берегите. Человек предполагает, а Господь располагает. Да. Любовь нечаянно грянет. Когда ее совсем не ждет. Да. Алик, как я любила. Ухаживала, да. Пылинки сдувала, тапочки подносила. Никогда ни слова против, ни взгляда сердитого. Только ласка и только добро. И вот, не удержала. Не сумела свое счастье сократить. Ой, что же я наделала? Аличек, Аличек, прости меня, пожалуйста, Аличек. Терпи, дурак, для тебя стараюсь. Ой, Аличек, вы уж берегите его, он хороший. А я зла не держу. Нет. В жизни всякое бывает. Чему быть, того не миновать. Я пойду поработаю. Ну что, дядя, пойдем потанцуем на прощание. М? Кирилл, зачем ты устроил весь этот цирк? Для тебя старался. Чтобы твой дорогой дядя Алик поверил в твою светлую, искреннюю любовь. Давай. Давай, давай. Люся. Посмотри. Этот Кирилл любит Лялю. Для Ляли он замечательный шанс. Или, как ты говоришь, опора. Ну что я делаю, черт возьми? А знаешь, эта Леся, она ведь любит его. Она могла бы быть ему настоящей женой. Господи. Что я делаю? Угу. Обними меня. Что? Обними меня, слышишь? Делай вид, что обнимаешь меня. Иди сюда. О, посмотри на него. Придурок ты. О, посмотри-ка, посмотри-ка. Ай-яй-яй. Да, молодец, твой любимый. Шустрый мужичок. В его-то возрасте. Молодец. Вот тебе и любовь с первого взгляда. Ненадолго ее хватило. Дорогая моя. Песня о том, как мы теряем любовь. Песня о том, как мы теряем любовь. А я опять хочу убежать. Ты зовешь меня в строй и хочешь выйти героем. Зато я никогда не умел ходить в строй. Дорогая. Лучше отпусти меня. Не надо дуться. А лучше выпьем просто шок и на ход. Я даю тебе слово. Памятный тебя снова. Когда отчалит мой белый пароход. Дорогая, отпусти меня. Моя родная, отпусти меня. Я люблю твои большие и сильные руки. Но поверь нам, о море будет лучше в разлике. Дорогая, лучше отпусти меня. Аляля, кем работаю? Она? Ага. Учительница. Не надо дуться. А лучше выпьем просто шок и на ход. Я даю тебе слово. Полюблю тебя снова. Когда отчалит мой белый пароход. Дорогая, отпусти меня. Моя родная, отпусти меня. Я люблю твои большие и сильные руки. Но поверь нам, о море будет лучше в разлике. Дорогая, лучше отпусти меня. Моя родная, ты лучше отпусти меня. Моя родная, всего хорошего. Отпусти меня. Ляля! Ляля! Ляля, ты куда? Иди, не надо. Ляля, ты его к Люси приревновала? Да нет, что ты. Просто надоело. Она же ушла. Что ты делаешь? Алик! Люся, Люся, вот сейчас оставь меня в покое. Займи еще. Хочешь, куплю тебе еще шампанского. Пошли. Разрешите? Меня? Ну, насколько я понимаю, мы с вами, товарищи, по несчастью. Да. Брошены, отвергнуты. Да. Я прямо как в кино. Соблазненная и покинутая. Понятно. По-разному люди находят свое счастье, понимаешь? По-разному. Ну, мало ли, как вы познакомились. Зачем ты одно думала. А потом? Что ты милишь, Наташа? Ну, ладно, Алик. Он особенный. А я, по-твоему, способна влюбиться с первого взгляда? Ну, а почему нет? Ну, почему нет? Почему бы нам, дорогая Люся, не подумать о себе? Мы сегодня так перенервничали, пережили. Горечь измен. Давайте отдыхать. Да? Да. А как? Мы будем отдыхать? Ну, для начала смоемся отсюда. Идет. Только не вместе. Договорились. Слева ухода серый Лексус. Угу. Пошли бы в кабак. Посидели бы там спокойно. А то бегаем, как алкаши. Среди ночи за бутылкой. Хватит с меня на сегодня кабаков. Тихо. Все спят. Наташка. Да? Открывай. Сейчас, давай. Сейчас напьемся. Песни будем орать. Так что, спят же все. А у меня горе. У меня личная жизнь сегодня рухнет. Ладно. Жилая без Алика. И ничего. Ну что? Как говорится, за все хорошее. Ну, к черту этих мужиков. В конце концов, я дядя Алик. И могу... ...жениться на ком угодно. Я тебе докажу. Таких ляль пруд пруде, да их здесь полно сидит. Че у меня? Я женюсь. Я поеду в Америку, заработаю бабок. Сделаю клип, поткну его в телевизор. Я сейчас... Тихо, тихо, тихо. Стоп. Спокойно, спокойно. Алик, ну что-то как маленький. Подожди. Алик. Алик. Я прошу прощения, можно вас буквально на минуточку? Важно очень. Я вас люблю. Выходите за меня сам. Ребята, ребята, все хорошо, все нормально. Не обращайте внимания. Вы согласны? Ну, немножко выберем. Вы наше взгляды. Дождитесь, ты мне не нравишься. Алик. Ну, тебе Алик что, он каждый день предложит. Алло. Да. Я гражданка Морозова. Какой жених? Да нет у меня никакого жениха. Нет, нет, постойте, я просто не расслышала. Да, 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 он. А что случилось? Понятно. Понятно. Спасибо. Что там? Напился, подрался и в милицию попал. Меня любезно предупредили, что свадьбы завтра не будет. Подожди, Алик напился? Алик, Алик. И подрался? Хм. Товарищ капитан, у парня свадьба завтра. Ну, перебрали немножко. Ну, артисты, народ эмоциональный. Ну, чего ей-богу, как зверей их в плед посадили. Ну, люди же, всякое бывает. Товарищ капитан, войдите в положение, а. И, между прочим, товарищ капитан, эти ребята тоже неправы. Он единственное, что сделал, он просто подошел к столику и пригласил девушку потанцевать. Вот и все. Привет. Привет. Не понимаю, за что вообще нас взяли сюда, привезли. Ну, что такое, ну, пригласил потанцевать, товарищ капитан, нахуй. Здравствуйте. Я гражданка Морозова. Вы мне звонили. Слушаю, гражданка Морозова. Товарищ капитан, это я во всем виновата. Понимаете, у нас завтра свадьба. Я же говорил. Ну, сидели мы в ресторане. Алик играл, а я... Ну, в общем, мы поссорились. Ерунда, мелочь, но я ушла. А он остался. И вот, я его люблю. Я его очень люблю. Он хороший. И человек он замечательный, и музыкант он замечательный. Отпустите его, пожалуйста. Драка, понимаешь. Товарищ капитан, миленький, я вас очень прошу. Материальный ущерб. Возместим. Возместим. Что там? Хулиганство. Ну, три тарелки, пять фужеров. Все возместим, товарищ капитан. Да. Ты-то как? Все в порядке. Вот, видишь, музыкант, девушка любит тебя. Переживает, понимаешь. Ночью примчалась. А ты посуду бьешь. Так из-за нее же и бьет, товарищ капитан. Тоже любит, переживает. Сидорчук. Сидорчук. Я. Освободи этот музобос. У них тут, понимаешь, любовь. Забирайте его. Спасибо. Товарищ капитан, а документы? Ну, как ты? Нормально. Давайте, девчонки, выходим, выходим, выходим. Надо Алика проводить. Мало ли чего. Ты как, старик? В порядке. Все равно надо проводить. Посидим, поговорим, успокоимся. Пошли, 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 пошли. Пошли. Наташа. Наташа. Дождик идет. Быстрее. Вот здесь вот я живу. Пошли. Пошли. Слушай, а ты молодец. Здорово сообразил. По-моему, мы неплохо поработали. Пора и отдохнуть. Угу. Я прибираюсь один раз в неделю. Как назло, этот день завтра. Так что я заранее... Прошу прощения. Прошу. Так, действительно беспорядок. У-у-у. Хорошо, что предупредил. Сколько росписей. Ничего себе. Здесь расписывались все, кто переступал порог этого дома. Так. Прошу прощения, уборка. А это Катина мама? Где? А, это Сьюзи Куатра. Талант не пропьешь. А ты пробовал? Пробовал, не получилось. Пошли. 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 Вот такая... Такая квартира. Когда я был знаменитым 15 лет назад, мне удалось ее выменить. Я бухнул все деньги в обмен. Ну, поменялся с доплатой. На мебель денег не хватило. Но не беда. У меня много друзей. И друзья волокли сюда все подряд. Кто что упрет. Поэтому единство стиля не наблюдается. Эта скамейка, например. Из парка культуры имени Горького. Вот. Пивной ларек. Тоже из парка. Хотя я пиво не очень люблю. Стены мне расписал знакомый художник. Из драматического театра. Но это тоже уже давно. Этот телефонный агрегат. Мишка приволок. Жутко тяжелый. Вот. Полгода назад стал делать ремонт. А потом жалко стало. Все это. Перекресток? Перекресток. Я не могу назвать всех радиослушателей по имени, чтобы сказать. Просыпайся Аня, просыпайся Вася, просыпайся Миша. А свадьба-то у них будет? Я скажу hello everybody. Good morning. Не знаю. Не в курсе. А ты? Кстати, телефончик-то оставь свой. Ручка у зеркала. Ну, я пойду? Угу. Что у них-то все-таки происходит? У них там? Да. Можно, конечно, позвонить, но я думаю, что у них там происходит примерно то же самое. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Ладно. Как там у кого что складывается? Какая разница? Конечно. Слышь, а ты о чем? Слушай, Наташка, а давай вступим с тобой в заговор? Давай? Давай. А чего ж не вступить-то? А что случилось? Понимаешь, Алик Лялю любит. Это я тебе точно говорю. Так и Ляля Алика любит просто без памяти. Ну, разумеется. Им бы жениться по-человечески. Да и жить в любви и согласии. Подожди, а что это вам мешает-то? А? А если у него от любви совесть разыграется, он возьмет и скажет правду. И все рухнуло. Какую правду? Алло. Здрасте. Али, Али, будьте добры. Да, Кирилл. Она у меня... А, ну... Да, 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 у меня... Вернее, была у меня, а сейчас уехала. Да нет, нет, я там кое-что хотел у нее узнать. Ерунда. Угу. Спасибо, до свидания. Подожди. Это что же получается? Ведь Алик твою чудную девушку действительно полюбил. А если он узнает? А если она узнает? Она же замуж за него по-настоящему входит по любви. А-ха-ха-ха-ха! По какой любви? Откуда у твоей Лялик после таких-то номеров любовь-то может быть? А у Алика она откуда возьмется, а? Алик, другое дело. Это почему же, а? Потому что Алик натура тонкая, артистичная, музыкант. Да сволочь, она не артистичная натура. И ничего он ей не скажет. Ничего никогда в жизни, до свадьбы, конечно. А вот потом... Господи, да она же с ума сойдет. А-ха-ха, как же, где твоя речка? Это Алик с ума сойдет, ведь он-то ее любит. Это она его любит, между прочим. Да, скажи еще, что ты меня любишь. Все вы одинаковые. А вы? Алло, Миш, это я. Слушай, ты Наташке не проболтался про все наши дела? Миш, что ты мучишь? Спишь, что ли? Она у тебя? Вот и даешь. Наташа, это я. Ну, кто-кто, Ляля, ты где? У Миши? Да нет, ради бога. Ну, хорошо, тогда как договорились, да? В два часа расписываемся, и потом сразу дуем в посольство. Послушай, у нас все в порядке, мы женимся. Так что можешь меня зачислять. У тебя-то ничего не изменилось? Ах, да, конечно, за ночь. Ну, ладно, Миш, все. Как договорились, два часа. Пока. В общем, не опаздывай. До встречи. Жду. Пока. Алло, справочная. Вы не подскажете телефон ресторана Старый трамвай? Так, 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 пишу. Ага. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, Люся, ну, перестань мне все время эту пыль показывать, это же не музей. Ну, Люся, ну, перестань мне все время эту пыль показывать, это же не музей. Ага, ты мог бы и ремонт сделать, но так же лучше. Я сегодня должен закончить фонограмму. Иди, позвони мне после работы. Алик, у тебя фен есть? Здравствуйте. Что это значит, Алик? Ты собирался штамп и все. Люся, не вмешивайся, тебя это не касается. Ты успокойся. Тебе-то что? Это мне что? Это мне что? Тебе-то что? Не вмешивай свое дело. Мне что? Нет уж ты тогда, извини. Пусть она все знает, я все скажу. Вы знаете, ему жениться нужно на ком угодно, понимаете? Чтобы он мог на гастроли поехать. Потому что властому визу не дадут. Чтобы он в Америке не остался. Вот он вам голову и морочит. Да. Мы сами разберемся. Дальше на вас, а потом просит. Вот. А вы решили, что он влюбился в вас с первого взгляда. Ха-ха-ха, как же. Любится он. Алик, так это правда? Правда. Не совсем правда. Ля-ля, это вчерашняя правда. Я сейчас все тебе объясню. Ля-ля. Лялечка. Я ведь вчера в ЗАГСе, когда рассказывал, я тогда не врал. Просто за одну ночь все изменилось. И, ну, ты должна это понять. Это было вчера, а теперь это все не так. А чего ты смеешься? Я действительно тебе говорю. Чего ты смеешься? Ну, объясни мне. Ты тоже хочешь посмеяться? С удовольствием. Слушай. Очень веселая история. Да? Телефон. Бог с ним. Не прощай. Ну, может быть, по работе. Неважно. Рассказывай. Не бойся. Я никуда не убегу. Да. Алло. Что? Да, здесь. От тебя. Мужской голос. Да. Кирилл. Да. Здесь ночевала. Конечно, Кирилл. Да, да. Подожди. Очень кстати. Это громкая связь. Да, желтая кнопочка. Кирилл, милый, повтори, что ты сказал. Я не расслышала. Я сказал, что ради каких-то несчастных курсов не стоит спать с первым встречным. Ляля, ну нельзя так. Мне на этого Алика плевать, но все-таки. Я думал, ты опомнишься. Все это бред напоминало. Мы с тобой год вместе, и ты после этого неизвестно с кем. И главное, ну если бы ты действительно влюбилась, все бывает. Но ради штампа в паспорте, чтобы этого дурака привязать покрепче. Ляля. Милая, ну, родная, опомнись. Уходи оттуда. Я постараюсь все забыть, простить. Я не могу без тебя. А я без тебя могу. Не звони мне больше. Ладно? Не позорься. На. Смешная история, правда? Значит, когда я... Мы гороскоп читали... И когда ты приглашал меня на свой творческий вечер. И когда в ЗАГСе заявление... И ты так волновался. А вдруг эта внезапная любовь куда-то исчезнет? А в милиции я абсолютно поверил. Так нежно, заботливо. Я поверил. Ладно. Все. Нет, не все. Ляля, постой. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Вот сюда, сюда, сюда. А здесь что? Что здесь? Тоже понарошку. А почему мы не могли просто так с тобой познакомиться? Просто так встретиться? Ведь могли бы. А с другой стороны, мы же встретились просто так. Мы встретились случайно. Два человека. Тысячи встреч таких. В подземном переходе. Увидели друг друга. Понравились. Посидели в кафе. Послушали музыку. Выпили вина. Решили пожениться. И все. И больше ничего. Ничего. Вообще, какая разница? Как мы познакомились? Важно, что это мы. Это ты, это я. Ты и я. Конечно. Только что теперь делать? Ты спрашивай, что нам делать. Ты? Ты невеста. Я жених. Мы любим друг друга. У нас свадьба. Мы идем и женимся. Ты посмотри. Нет, посмотри. Где зеркало, а? Посмотри, как мы подходим друг к другу. Видишь? Нет их там. Я говорила, надо было за ним заехать. Да где они теперь заехали? Да и все. Ну и разминулись бы мы к ним, а не сюда. Вот они, слава богу. Ты начинай. Почему я? Без почему. Понял. Ребятки, тут такое дело. Мы с Наташенькой поговорили, кое-что выяснили. Обнаружились дополнительные обстоятельства. Вы должны знать, во избежание неожиданных... Миша, если ты имеешь в виду курсы, Америку, мы сейчас знаем. Подожди. И что же вы решили? Мы решили, что мы любим друг друга, а что там раньше было, мало ли? Да. То есть свадьба будет? Самая настоящая. Гениально! Блеск! Красота! А что я говорил? Любовь! А я тебе что говорила? Подомолтожены, нам надо поторопиться. Посольство работает до пяти часов, а впереди два выходных дня. Мы обязательно с Аликом должны успеть сегодня. Замолчи, Миша. Ты идиот. Ну, знаешь. Ляля, вы не думайте, Алик вас любит. Ну, раз уж так сложились обстоятельства, ну, почему бы им и не воспользоваться? Тем более, что это в ваших интересах. Успехи мужа, это ваши успехи. Вы теперь вместе, рука об руку. Наталья, ну, что ты молчишь-то? Да, господи. Ребят, ну, что-то такое. Миша прав, дело есть дело. И я тоже сегодня Лялю запишу. Вот, как только узнаем номер следствия о браке. Наташа, прекрати. Нет, ну, Ляля, ну. Ну, любовь любовью. Ребят, зачем такие возможности выпускать, а? Ну, что за детский сад? Конечно, конечно, логично. Как там у нас еще все будет под вопросом? А курсы, это курсы. Конечно. А Америка, это Америка. Да. Угу. Миша, это не ты идиот. Это я идиот. С ума я сошла, что ли? Наверное. Да бросьте. Да бросьте, ребят, ну, что вы. Ну, все нормально, и слава богу. Ну, чего вы? Ляль, вот вы решили начать все сначала? И правильно. Да, решили. Только не получается. Ляля. А куда это я? Если я сейчас уйду, твоя поездка сорвется. Извини. Пожалуйста, пойдем. Да нет, бог с ней с этой поездкой, с этой Америкой. Ляля, ты свободна. Нет, подожди, если мы не распишемся, то как же твои курсы? Нет, это я готов. Как хорошо, что некого винить. Как хорошо, что ты никем не связан. Как хорошо, что до смерти любить тебя никто на свете не обязан. В лес со своим посольством вот они и поругались. Все равно поругались. Такое не забывается. Любовь, любовь. Мелишь, сам не знаешь, что. Все к лучшему. Все все знают, никто никого не обманывает. Распишутся и расстанутся. Жаль. Красиво было. Жаль. Пошли. Уважаемая Елена Александровна и Олег Сергеевич, именем Российской Федерации объявляю вас мужем и женой. Поздравляю вас. Целоваться будете? Нет, мы потом. Ну, тогда все, Олег. Минуточку. А поехали от Мити. А, поехали. А? Хотя нет. Извините, девочки, дело прежде всего. Нам с Аликом нужно успеть до конца рабочего дня посольство. Правильно. Созвонимся. Поехали, Лили. Я тебе сейчас во все списки внесу. Созвонимся. 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 Пока. Пока. Сейчас я быстренько машину поймаю. Кто там? Мне говорил, что теперь, в принципе, на оформление визы двое суток уходит, если отказа нет. А в нашем случае отказа, я думаю, не будет. Но вот о костюмчике нам с тобой придется подумать. У тебя что-нибудь приличное для работы есть? Слушай, а может быть, как раньше, как на кухне. Джемпировочек, ковбоечка, джинсики. И вот борода. Нет, она клевая, она тебе идет. Но боюсь, что неузнаваемый будешь. Ну да. Извини, постой секунду. Миша, спасибо тебе за все. Но извини, я никуда не поеду. Ты? Не. Не надо. Таким способом не надо. Боюсь, совесть замучает. Да. Противно все это. Я тебя умоляю. Наташи, ничего не говори, потому что она подруге болтанет. А это ни к чему. Пусть Ляля спокойно на курсах учится. Так будет лучше. Пусть Ляля спокойно на курсе. Ну что, все нормально? Да, нормально. Так. Ну что? Ну что, поехали. Давай. Дорогие друзья, вас приветствует легендарная группа дядя Али. Я вродил по кромке ночи и дня, я спускался из рая в ад. Я опять потерял покой. Я хотел бы встретить себя самого лет двадцать тому назад. Чтобы понять, кто он такой. Чтобы понять, почему его не каем никогда. Расскажите мне на милость, зачем? Зачем нам эти бурлаки на Волге? Объясните. Ну зачем эти пьяные, эти вонючие? Эти, которые не моются, понимаете? Ну зачем эти бурлаки? Объясните, а? Чему учатся дети? Объясните. Я не понимаю. Для чего? Ну зачем нам эти бурлаки нужны? Как будет на остановке? Я не понимаю. Чему могут научиться дети? Елена Девятовна, Мишлама Магрибулина. И мы сами детей до школы доведем. До свидания. До свидания. Эти бурлаки еще хуже неандертальцев. Пойдем. Я прошел через сотню открытых дверей, Я ломился в закрытую дверь. Я хотел бы знать, где его носик теперь. 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 Дорогая Ляля, вас приветствует прославленный коллектив, неоднократный лидер рок-фестиваля и хит-парадов, легендарная группа «Дядя Алик!» Если сто раз с утра все не так, если пришла пора сделать шаг, если ты одинок, значит, настал твой срок и ждет за углом перекресток семи дорог. Там не найти людей, там нет машин, есть только семь путей, и ты один. И как повернуть туда, где светит твоя звезда? Ты выбираешь раз и навсегда Перекресток семи дорог, вот и я Перекресток семи дорог, жизнь моя Пусть загнал я судьбу свою Но в каком бы ни пел краю Все мне кажется я, как и прежде, на нем стою Сколько минуло лет, сколько дней Я прошагал весь свет, проплыл сто морей И все вроде как всегда Вот только одна беда Все мне кажется я, на нем свернул в никуда Перекресток семи дорог, вот и я Перекресток семи дорог, жизнь моя Пусть загнал я судьбу свою Но в каком бы ни шел строю Все мне кажется я, как и прежде, на нем стою Субтитры сделал DimaTorzok Перекресток семи дорог, вот и я Перекресток семи дорог, жизнь моя Пусть загнал я судьбу свою Но в каком бы ни пел краю Все мне кажется я, как и прежде, на нем стою Пусть загнал я судьбу свою Но в каком бы ни шел строю Все мне кажется я, как и прежде, на нем стою Все мне кажется я, как и прежде, на нем стою Все мне кажется я, как и прежде, на нем стою Все мне кажется я, как и прежде, на нем стою Все мне кажется я, как и прежде, на нем стою Все мне кажется я, как и прежде, на нем стою